Дорогие друзья, добрый день. Вы смотрите программу Главное. Я Фархад Ибрагимов вместе с историком, обозревателем и телерадио ведущим Геей Саралидзе. Обсуждаем главные события недели, прошедшие как у нас в стране, так и за ее пределами. Георгий Тамадович, я вас приветствую. Здравствуй, Фархад. Приветствую всех наших зрителей. Мы их приветствуем. Георгий Тамадович, спасибо огромное, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо, что нашли время с нами поговорить. Сразу же призываю наших уважаемых зрителей подписаться на ваш телеграм-канал. Он так называется, МРЛ. Ссылку вы увидите на экране и в описании под этим видео. Очень интересные посты опубликует Георгий Тамадович там. Свою точку зрения и многое другое. И очень и очень интересно. Спасибо за рекламу. Ну, сам Бог велел, что называется. Георгий Тамадович, собственно говоря, сегодня мы обсудим такую достаточно очень интересную и тревожную по своему тему, потому что сегодня 24 июля 2023 года. И сегодня с утра на ленту информагентства поступило в огромное количество сообщений о том, что киевский режим, Украина, попыталась, собственно, осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории города Москвы. Собственно, средствами радиоэлектронной борьбы два украинских беспилотника были подавлены и потерпели крушение. Слава Богу, подрадавших и погибших нет. И мэр Москвы Сергей Семенович Собянин сообщил о том, что сегодня около 4 утра, 4 часов утра по московскому времени, было зафиксировано доллар беспилотников по двум нежилым зданиям. Собственно, серьезных разрушений пострадавших нет, как отметил, значит, московский городоначальник. ТАСС, ссылка на экстренные службы, указал, что один из беспилотников попал в высотку бизнес-центра на улице Лихачева. На верхнем этаже были выбиты стекла. Осколки другого дрона, по информации агентства ТАСС, обнаружены на Комсомольском проспекте. Недалеко от этого места находится здание Минобороны России на Фрунзенской набережной. Около места падения дронов в жилых домах выбиты стекла. Об этом сообщает агентство издательства «Известия». Георгий Томазович, уже не впервые мы получаем подобного рода сообщения, не впервые сталкиваемся с данным происшествием. То есть, Украина не оставляет попыток ударять по Москве беспилотными летательными аппаратами. Что вообще происходит, как это можно прокомментировать? Ну, во-первых, хотелось бы что сказать в этой связи. Я понимаю ажиотаж вокруг атаки дронами именно Москвы. Вот именно почему эти атаки вызывают такой интерес и волнение публики. Выскажу свою точку зрения. Для меня обстрелы сел Белгородщины или удары по Белгороду, или попытки захода к ДРГ на территорию России, бомбежки Донецка, Луганска или Горловки, для меня это все вещи одного порядка. Для меня нет в этой разницы. Это наша страна, это все наша земля, и любые попытки атаковать, тем более вот такими террористическими методами, должны вызывать одинаковое возмущение, а главное одинаковую реакцию общества. Но самое главное, конечно, компетентных органов. Да, я понимаю весь символизм попытки атаковать, не знаю, будь то территорию Кремля или Комсомольский проспект, или как они, понятно, что пытаются прорваться к каким-нибудь объектам Министерства обороны в Москве. Я понимаю символизм этого, я понимаю, на что это направлено, об этом мы еще поговорили. Но принять, что вот по Москве нельзя, а по Белгороду можно, я вот эту логику никогда не приму. Все атаки, которые осуществляются по территории России, будь то новые, как называемые территории, старые, Москва, Санкт-Петербург или еще что-то другое, все это вызов для нашего общества, для нашей страны, для нашего руководства и особенно для силовых органов. Поэтому в данном случае это еще один случай попытки террористической атаки со стороны киевского режима. Что касается, почему сейчас это происходит. На самом деле, подтверждая мои первые слова, которые я произнес, и эту мысль, если два летательных аппарата были сбиты, нейтрализованы в Москве, на территории Москвы, то в эту ночь глава Крыма Аксенов сказал о 19 беспилотниках, которые пытались атаковать различные объекты в Крыму. Поэтому я говорю, здесь это единая абсолютно вещь, и мы к этому должны так относиться. Никакого ажиотажа. Да, они будут пытаться. Тем более, что вот перехожу ко второй части, почему это происходит. Конечно же, это происходит ввиду абсолютно провального саммита НАТО в Вильнюсе. И очень обострившейся внутриполитической борьбе в Киеве. Потому что нельзя не заметить тем, кто очень внимательно наблюдает за тем, что происходит, собственно, во внутрополитических различных движениях в Киеве, что все недоброжелатели Зеленского, мягко говоря, его враги, можно сказать, как тот же Порошенко, они, видимо, получили отмашку и добро на то, чтобы критиковать Зеленского. Причем получить они могли это добро только с Запада, понятное дело. Если раньше тот же Порошенко, скрипя сердцем, выдавливая из себя слова, но говорил о том, что у меня есть претензии к Зеленскому, но сейчас вот ввиду такого положения мы должны стать единым народом и так далее. Да и другие там. Не слышно было Юлия Тимошенко, не слышно было Луценко. Сейчас все они появились и, в общем, довольно жестко начали критиковать Зеленского. И это показатель того, что, значит, это добро было дано. А значит, Зеленскому и его команде, которые там находятся сейчас в таком положении, в незавидном внутриполитическом, им нужно показать какие-то действия. И, конечно, вот эти террористические атаки, которые они потом пиарными методами разгоняют, потому что, ну, там, условно, атака удачная на какой-нибудь склад боекомплектов на территории Крыма преподносится как чуть ли не захват половины полуострова, не меньше. Вот по пафосу этому, значит, пропагандистскому. Это первое. Второе, конечно, это то, что, ну, мы видим, что с контрнаступлением становится все хило и хило. Все хуже и хуже. Оно хило, да, оно хило. Хило, хуже. Ну, в общем, много можно провалов. Можно по-разному это характеризовать. То, что происходит. Катастрофические потери. Просто катастрофические. И если вначале, понятно, вот эта картинка с подбитыми леопардами, Брэдли, вообще произвела впечатление такое, прежде всего, на западную публику, вот, и западных журналистов, была отведена эта западная техника для того, чтобы не попадать опять вот в такое сложное положение. Вот, но зато начали бросать на эти местные штурмы, значит, украинских военных. И на этом фоне тоже нужно поднимать каким-то образом морально-психологическое состояние своих и граждан, и войск. И вот, ну, вот такие перемоги, как атака, там, опустующего здания в Москве или еще что-то. Ну, вот они сейчас разгоняются до глобальной какой-то там победы. Георгий Доманович, если раньше Украина, ну, Киев старался не брать на себя ответственность за удары с помощью беспилотников по Москве, вообще по российской территории, то сегодня глава Министерства цифрового развития Украины Федоров заявил о том, что да, это сделала Украина. В связи с чем это такой резко? Ровно с тем же, потому что, ну, если ты хочешь показать, да, свою решимость, то нельзя просто отсиживаться и похихикивать, что то ли мы, то ли не мы, или там, наоборот, открещиваться, это точно не мы, как в начале было. Сейчас, ну, во-первых, действительно, со стороны Запада, который требовал от Украины, все-таки совершая такие вот террористические акты, не светится уж слишком сильно, то теперь, я думаю, этот запрет снят. В общем, вот эти вот комментарии, там, Салливана или Блинкина, или кого-то еще из действующей власти американской, которые говорят о том, что, ну, мы не знаем, кто это точно сделал, но, в принципе, Украина имеет право на такие действия, которые они считают. Но это фактически как бланш, который они им дают. Вот пока мы с вами записываем программу, издание «Украинская правда», то есть издание Киева, сообщает, что начиная атака беспилотников на Москву была спецоперация Главного управления разведки Минобороны Украины, то есть ГУР, как ее сокращенно называть. По словам источников, все запущенные разведкой дроны достигли Москвы. В свою очередь, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов назвал атаку беспилотников на Москву хорошей новостью и пообещал, что такие атаки будут продолжаться. Ну, хорошая новость в том, что они достигли, но, наверное, они могут этому радоваться, может быть, надеяться на то, что в следующий раз будет больше разрушений, больше жертв и так далее. На самом деле, ведь ни с тактического, ни тем более стратегического значения или цели подобные атаки иметь не могут. Ну, пропагандистка разве что. Ну, вот да, я военных целей. Военно-пропагандистки, да. Военно-пропагандистки в том смысле, чтобы как-то поднять дух собственных граждан и войск. Но самое главное, они, конечно, направлены на раскачивание ситуации в России. Да, вот этот пропагандистский эффект, когда что вот, да, война пришла в ваш дом, теперь вам не будет, значит, места и земля будет гореть под вашими ногами. Вот это все то, что они, собственно, с самого начала. Для чего делались вот эти рейды ДРГ в Белгородщину? Ну, там тоже с точки зрения военной, ну, никакого смысла нет. И эти удары, по большому счету, даже удары по Крымскому мосту не имеют военно-стратегического значения при наличии сухопутного коридора. Все равно, да, могут на какое-то время они там, ну, чуть ухудшить логистику, да, заставить какими-то обходными путями там поставлять нужное на Крымский полуостров. Но с военно-стратегической точки зрения и это не может изменить что-то. А уж тем более одиночные вот эти вот залеты летательных беспилотных аппаратов на территорию Москвы. Но с точки зрения вот раскачивания ситуации, которую я сказал, чтобы там гражданам России вот рассказывать, разгонять в интернете вот этот вот ужас, который якобы должен охватить всех россиян, тем более, что, ну, вы посмотрите, сердце России, Москва, и вот мы дотягиваемся, у нас длинные руки, вот, говорят они. Я могу сказать, что, во-первых, того эффекта, который был изначально, да, когда первые там летательные аппараты появились там в Московской области или еще где-то, конечно, они уже не достигают. Даже того малого эффекта, который был, не производит это впечатление, конечно, на людей. То есть, например, это не удивляет никого? Ну, это нет, ну, оно уже не удивляет. Понятно, что люди все-таки осознают, что идет очень серьезное боевые действия и обезопасить все, и все, и всех, ну, просто не получится. Да, здесь каждый должен понимать, что мы живем в такое время, когда все возможно. Нельзя приставить каждому дому по, там, системе противовоздушной обороны или, там, по росгвардейцу и все это предотвратить. Враг действует террористическими методами. Мы знаем по другим конфликтам, которые длятся не один год, а десятилетия, что противоядие против, да, такого противоядия, которое окончательно может решить вопрос террористических атак, его нет. Можем посмотреть, например, Израиля, там, не знаю, Франции, Германии, любой другой страны. Вот, с любого вида, уж какие спецслужбы у Израиля и какой опыт борьбы с терроризмом, да, и террористическими атаками. Хребет сломать не получается до последнего. Все равно это, да, можно, можно заминимизировать, можно закрыть какие-то лакуны, можно действовать на упреждение, но, когда, тем более, этим занимается целое государство, которое еще, к тому же, поддерживается западными странами, которые приветствуют ее, фактически, ее террористические атаки. Здесь понятно, что проблемы, конечно же, будут, но это не значит, что наши правоохранительные силовые органы не должны этому противостоять. Конечно, каждый такой случай, это все равно ЧП, оно должно восприниматься, как ЧП, и должны делаться выводы, в том числе и ОРК. Меня интересует реакция европейских высоких политиков, потому что все же... Не будет никакой реакции, никаких высоких политиков. Вот прям сразу так. Да, поэтому, сразу, потому что мы знаем... Послушайте, вот после того, что случилось с северными потоками, да, после взрывов северных потоков, говорить о том, что вообще европейские политики на что-то способны, да, они же проявили полную импотенцию в этом. Это нонсенс абсолютный, когда происходит такого масштаба, террористический акт, такого масштаба, когда не те страны, которые, да, там были бенефициарами, в том числе должны были быть бенефициарами этого проекта, да, я имею ввиду прежде всего Германия, да, не те страны, на территории нейтральных водок, в которых произошло это, как Дания, Швеция, они не проявили ни йоды заинтересованности в том, чтобы это каким-то образом расследовать, действительно, поставить в известность наши органы, сделать какие-то доклады на площадках ООН или каких-то других. А может бояться? Ну, здесь можно долго рассуждать, почему этого не происходит. Я считаю, что это не происходит ровно потому, что они знают, кто это сделал, но они не могут их об этом обвинить. Вот и все. Вот, поэтому требовать от них или ждать, вернее, от них реакции на вот какие-то террористические методы ведения боевых действий Украины и атаки по мирной инфраструктуре, как-то Крымский мост или еще какие-то вещи, я просто, ну, я не знаю, надо быть наивным человеком. Ну, это же невозможно, чтобы так это долгое время продолжалось. Значит, удары по Крымскому мосту неоднократны, погибли люди. Значит, удар по одному из сел под Донецком, значит, в результате погиб, или под Луганском, в Запорожье, прошу прощения, в Запорожье, погиб наш с вами коллега, корреспондент агентства РИА Новости. Значит, удары беспилотниками по Москве, Белгородщине, все эти ДРГ и прочее, прочее. И все равно никакой реакции... Никакой реакции не будет, они ведут войну, они относятся это как к войне, они допускают любые практические методы войны против России, что, кстати, сильно напрягает. Когда говорят о возможности ядерного столкновения, ядерной войны, применения тактического или какого-то другого вида оружия, мы должны понимать, что западные страны, западная коалиция не остановится ни перед чем, ни перед какой провокацией, в том числе и там ударом грязной ядерной бомбы, или атакой химическим оружием. Это надо держать в голове, потому что сейчас международного права нету, так же, как и правил, которые хотя бы как-то существовали. Потому что даже те правила, которые они провозглашают, я имею в виду Запад, прежде всего Соединенные Штаты Америки, они тут же нарушают. Это как играть с человеком, который меняет правила по ходу игры. Сейчас шестерка бьет туз, а потом туз бьет шестерку. И как ему выгодно, он в этот момент так и играет. Георгий Домазович, вы сказали по поводу ядерного оружия. Страшно то, что люди перестали бояться этого словосочетания. Некоторое время назад, один известный наш российский политолог, почетный представитель Совета, президиум Совета по внешней обороне и политике, доктор исторических наурок Сергей Александрович Караганов, написал статью под названием «Тяжкое, но необходимое решение». Описав статью следующим образом. «Применение ядерного оружия может уберечь человечество от глобальной катастрофы». Прямая цитата. То есть, это, конечно, вызвало некий шквал критики страны, наших либеральных, скажем так, исследователей. Но абсолютное большинство читателей поддержали эту идею. А смысл, если прям коротко, заключается в следующем, что лучше ударить таким превентивным ядерным оружием, немного поразить некоторые цели, для того, чтобы обезопасить себя от глобальной ядерной катастрофы. Вы с таким мнением согласны? Вы знаете, Сергей Караганов вообще один из главных специалистов наших, который очень много писал о значении ядерного оружия, вообще в нынешней системе и международных отношений, и архитектуры безопасности. Я уверен абсолютно, что Сергей Караганов в этой статье, а надо сказать, что Караганова знают, читают и прислушиваются на Западе к этому специалисту. Так вот, его слова, они обращены в данном случае не к нашим людям, которые боятся или не боятся ядерного оружия, а именно к элитам западным прежде всего. Оно должно продемонстрировать решимость России защитить свои интересы, чего бы это ей не стоило. В том числе и ударами тактического ядерного оружия, если понадобится и стратегического. Они должны понимать, что вот эти их увещевания, как за этим были замечены и Салливан, и Блинкин, и другие, что и британские тоже политики, которые говорили, что Россия никогда не применит ядерное оружие. Не надо этого бояться. Что вы боитесь? Можно, чтобы кто-то из стран НАТО, например, Польша, которая формирует все больше и больше такие вооруженный кулак, бронетанковые соединения, что можно быть, чтобы они... Ну, начнут заканчиваться украинцы, они войдут, они начнут воевать, они нанесут удар. Понимаете, их нужно остановить сейчас. Они должны понимать, чем чревата дальнейшая эскалация. Потому что мы постепенно, переходя с одного уровня эскалации на другой, всегда уровень эскалации поднимает запад. Всегда вот в этом. Начиная с 2014 года, они повышают ставки, они повышают уровень эскалации, заставляя нас переходить на другой уровень ведения боевых действий и применения. Они добиваются того, чтобы мы отступили. Они добиваются того, чтобы мы испугались в какой-то момент. И это борьба не вов. Вот эта статья Сергея Караганова, я абсолютно убежден, один из методов противостояния, в данном случае, пока еще в виде таких информационных ударов, как раз они должны, эта статья должна охладить горячие головы, умы. И они должны понимать, что мы не шутим. Что если вы будете вот эту возгонку продолжать, эскалацию продолжать, вы рано или поздно столкнетесь ровно вот с тем, о чем говорит наш специалист. Почему они в это не верят? Как вы думаете? Слушайте, ну, потому что очень многие из политиков на Западе, особенно то, что касается команды Байдена, очень многое поставили на украинскую карту. Практически все. Если говорить там о каком-нибудь Блинкеле или Салеване, просто они поставили свое существование в политике, а может быть и физическое существование. Вполне допускаю, что и так. Но им отступать некуда. Так же, как, собственно, и Байдену практически некуда, особенно перед выборами. Они слишком много поставили на эту карту, будучи уверенными, что им удастся сломать Россию. В начале у них был расчет на экономические санкции, это совершенно очевидно. Вкупе со столкновением на Украине и напряжением для России, как раз экономические санкции, вот эти драконовские, которые были введены, должны были просто обрушить экономику российскую, и мы должны были запросить мира. Этого не случилось. Потом была поставлена карта с января 23-го года, что нужно все собрать, победить на поле боя решительно, и так далее. Сейчас и это буксует. Поэтому и все эти разговоры. Надо сказать, что вообще, конечно, сейчас американский истеблишмент, особенно в преддверии этих выборов президентских, конечно, не един. Мы видим, как один за другим появляются политики, которые... Кстати, что с демократического фланга, что с республиканского, но республиканского больше. Политики, которые говорят о том, что надо плюнуть уже на какие-то там украинские интересы, и давно там заниматься собой. Они не пророссийские. Еще раз, давайте, а то скажут, что мы это бредим, и выискиваем пророссийских кандидатов в президенты в Америке. Иллюзии не питаем. Иллюзии не питаем. Но там есть сейчас очень смешной такой, я никак не могу запомнить его фамилию, он индус, вернее, не индус, а индиец, конечно же, по этническому происхождению. Да, вот у республиканцев. Но он потрясающий, любопытный такой человек, который уже подпирает Десантиса. Вот как. Да, у него 12% уже, у него там экзотические, такие скандальные довольно. Он предлагает ФБР распустить, например, подписать с Россией договор. Вот только за, вот только целиком. Мы же не кандидат в президенты в Соединенных Штатах Америки, пока не дорозли. А он, да, смелый. Да, он смелый. Он говорит, давайте с Россией договоримся, разделим ее, как Южную Корею с Северной, да и все. И надо сказать, что его идеи находят, такой отклик. Он говорят, вообще, специалисты говорят, что вполне возможно. Так как у Десантис огромные проблемы, у него очень упали финансовые сборы на президентский, ему приходится сокращать собственную администрацию, не администрацию, вернее, штаб, который работает при него. Вот, в отличие от этого парня, индийского происхождения, вот он, говорят, что вполне может рассчитывать, даже то, что его могут вице-президентом позвать в штаб Трампа. То есть, все равно фаворитом гонки остается пока, что Дональд Трамп. По всем опросам, он не только у республиканцев, он обыгрывает Байдена, но уж у республиканцев он больше 50% собирает пока. Ну, тут еще появился Роберт Кеннеди, младший. Да, но это демократ. Он демократ. Он демократ. Он демократическую партию. У него небольшие рейтинги, но сам факт, что у демократов есть человек, который вот с тех позиций, который критикует Байдена, есть, он говорит о том, что у демократов, конечно, очень серьезные проблемы. Вот, не очень они понимают, как все-таки им сделать Байдена президентом на второй срок. Разные тактики предлагаются. Кто-то говорит о том, что он в таком физическом состоянии, что вполне возможно, что уже даже эту предвыборную кампанию не сможет довести до конца. Но мы видели просто эти кадры, как он встречал президента Израиля, герцога. С другой стороны, он давно себя так ведет. Кто его знает, может быть, вот на этих всяких астероидах, анаболиках и волшебных таблеточках он может еще пять лет быть президентом. Ну, сам факт остается фактом. Здесь понятно, что за Байдена что играет? Что есть части ядерного электората демократов, которые будут голосовать за круп лошади, если его выдвинут в качестве кандидата от демократической партии. Но есть же те люди, которые колеблются. И вот это самое главное. Но посмотрим. Это ли самое главное, Георгий Томазович? Ведь еще на самом деле на прошлой неделе очень долгое время говорили про зерновую сделку. Мы обсуждали эту тему еще на прошлой с вами программе. Да, много обсуждали. Целый выпуск посвятили. Кто не видел, посмотрите, дорогие друзья. Все на YouTube-канале «Вестник Кавказа» выложено, что называется. Но президент Турции Эрдоган все же не оставляет попыток вернуть Россию в это соглашение. Ну, президент Эрдоган человек последователь. Очень даже, я бы сказал, последовательный. Мы много говорили про зерновую сделку. Но, собственно, ничего нового мы сказать не можем. Владимир Путин еще раз сказал о том, что достаточно. Если не будет конкретных шагов со стороны мирового сообщества в выполнении той части сделки, которая касается России, никаких подвижек не будет. Тем более, что все понимают серьезность намерений России. После нашего разговора было два заявления, которые очень в этом смысле показательны. Это то, что Турция не будет без надобрения России участвовать в транспортировке зерна. И то же самое заявили Соединенные Штаты Америки. Что они не собираются посылать свой плот для того, чтобы конвоировать вот эти грузы. Не ожидал Киев такого удара? Ну, я не знаю, ожидали нет. Они же так брут, не разбирая броды. Они считают, что они вообще, их слово главное. Ну, вот им приходится иногда встречаться с тем, что когда вопрос касается серьезных вещей, их слово не то, что главное, его вообще нет. Поэтому, да, Эрдоган, Эфидан, министр иностранных дел говорят о том, что нужно каким-то образом завлечь Россию за стол переговоров. Но пока, вот сегодня как раз последняя информация, которую дал пресс-секретарь президента Песков, он сказал о том, что пока никаких контактов, ни телефонных, ни каких-то других между президентами России и Турции не планируется. Хотя, сказал он, все может быть. Все может быть. И это главное. Это главное. Георгий Томасович, спасибо огромное. К сожалению, время нашей программы подошло к концу, но, тем не менее, мы с вами не прощаемся, потому что у нас еще впереди много тем, которые мы обязательно обсудим. Даст бог. Даст бог, даст бог. Дорогие друзья, с вами был Георгий Саралидзе, историк, обозреватель и телерадио ведущий. Подписывайтесь на телеграм-канал Георгий Томасович, он так называется, МРЛ. Ссылку вы увидите на экране и в описании под этим видео. Фархат Ибрагимов, телеграм-канал Ибрагимов, Вестник Кавказа на ютюбе. До следующего раз.